всем приветики сегодня у нас 5 января вот вышла в магазин и пока вот я на улице расскажу последние новости спасибо всем за вашу поддержку вот за ваши добрые слова спасибо всем кто молится за настежку потому что другой помощи мы пока оказать не можем очень мы надеемся что все таки произойдет чудо и настя поправится вот ну и что значит как как наши дела да никак как обычно ничего нового ночь прошла более-менее мы поспали потому что усталость дела свое все-таки до этого ночь была бессонная перед этим была ночь бессонная ну и не до сна в таком состоянии конечно невозможно не есть толком не спать я немножко поклевала андрей вообще два дня не ел сегодня за два дня первый раз он съел там супчика не знаю сколько сварила свежий суп грамм 150 этого супчика съел ну и все проколючу проколю какие новости тоже никаких созванивали с ним разговаривали он в больнице с рукой все так же ничего не делали ему врача нет врач вроде бы должен быть только завтра машины ездят мешает мне говорить врач только завтра дай бог если будет вот ну и что я чего магазин пошла вчера представляете даже в магазинах не было хлеба завезли наверно только вечером и не было всякой вот это зелени салат айсберг салат горшочках я не знаю завезли или нет пойду посмотрю животным нужна зеленушка ладно потихоньку уже пойду потому что сказать особо правда нечего все также настя в коме реанимация единственно единственная просто одна новость которая хорошая на наш взгляд даже в таких вот какая-то мелочах ищешь какую-то радость настя в искусственной коме то есть она не сама впала в кому а ее искусственно ввели в кому вот и это единственная новость которая немного как бы сказать радует андрюшка пока у меня я ему сказала живи сколько хочешь сколько нужно хоть вообще сколько угодно потому что одному в такой ситуации просто сойти с ума просто сойти с ума я говорю животные не мешают он говорит нет все нормально не мешают фелька чуть-чуть скребется если что могу забрать его на кухню он говорит пока не надо пускай живет там он спит на диванчике вот это которая покупала когда анютка приезжала прямо рядом с фелькой вот шиншилы тоже говорит там шабуршатся их не слышно свинок тоже не слышно нормально вот правда прохладно дала ему два одеяла но ему видно холодно еще из-за того что он переживает от нервов от нервов вчера несколько одеял укрыла его и вот так и не мог согреться кстати видите вот эту дырку впереди это когда тут копали вот я копала уже кто-то натоптал то я откопала я думала людей будет совесть откопают пошире шум машина мало проехать ничего подобного машина тут чуть-чуть чуть-чуть малеха не проедет вот не на проехать можно только пока зацепиться когда везла дуньку школу у тут все было трактором завалено и с той стороны была пробка я подъехала сюда и начала здесь копать потом пробка рассосалась я уже вижу что мы опаздываем развернулась и поехала в обратную сторону здесь вот немножечко не докопала ночью люди натоптали себе дорожку машинам пофиг буквально полметра лопатой кинуть и все можно машине проезжать но не хотят как хотят не так в ту сторону еще ближе выезжать она пришла магазин все уже иду обратно с магазина когда уходила магазин ари андрюш что тебе купить он это ничего не надо ничего не хочу я верю давайте куплю чудо молочко а я знаю что он раньше всегда когда какие-то у него неприятности что-то плохо все время просил чтобы ему купила чудо молоко вот и я ему говорю давайте куплю чудо молоко он объявляет как папа представляешь она мне сегодня приснилось даже так что я кажется хорошая мама хорошо ставить своего сына я его спрашиваю те клубничная она вреда клубничная вот так что купил андрюшки чудо молока он для меня все равно какой бы взрослый не был и как любой ребенок для своей матери всегда останется ребенком и мы вообще мы все в душе мы в душе дети это на самом деле так а я еще раз хочу всем сказать огромное спасибо за слова поддержки за ваши молитвы это на самом деле очень бесценно когда такое большое количество людей произносят молитвы и просят у господа у святых у всех у кого только можно за человека за его здоровье за его жизнь спасибо вам кстати вчера убрала весь новый год оставила только тут елочку и я стала вот этот я лову лапу со снежинками потому что потому что не до праздника это во первых а вторых когда мне плохо мне надо что-то делать я не могу там лежать уткнуться носом в подушку если я уткнусь носом подушку это будет продолжаться долго поэтому я вчера убирала кухню намывала все убирала елку но старалась отвлечь себя какими-то действиями потому что когда бросала курить именно так себя и вела я убирала всю квартиру я убирала каждый шкафчик я себя отвлекала вот но утром проснулась конечно было очень тяжело просто осознать опять что это утро и что это был не страшный сон что это на его минут 40 не могла просто встать с кровати потом опять же за уши себе вытянула вот потому что лежать кукситься думать это ни в коем случае нельзя надо себя как-то отвлекать и тогда жизнь немножко будет входить прежнее русло уже вечер андрюшка пошел в ванну я пришла братцу свинюк да привет свинюки я к ним захожу только утром и вечером андрея не беспокоят здесь комнате один я просто знаю что моему сыну так легче он весь меня мне вот меня чтобы не трогались это такая жизненная тяжелая ситуация мне не надо трогать но я могу единственно написать я могу поговорить это не всегда это только с близкими людьми и если мне тяжело всем не сложно допустим сегодня нютка санкт-петербурга хотела мне позвонить дима скрыма я написала им всем что я не могу разговаривать не могу все отвечать сообщениями могу лорику то же самое я когда ситуация это случилось я написала что я не могу разговаривать не могу когда пишу сосредоточусь возьму себя в руки могу ответить то есть мне так проще так что не обижайтесь никто такой я человек у меня андрей тоже такой же ему лучше побыть одному то есть я прикрываю здесь дверь в комнату он находится животными вместе прикрываю дверь у меня дверь в мою комнату всегда открыто он проходит он нормально общается он у меня сильный андрюшка у меня сильный просто я знаю его характер я знаю отношения к жизни знаю я просто знаю своего сына я просто его не трогаю он может выйти со своей комнаты поговорить со мной что-то спросить что-то сказать потом опять он здесь ляжет сам закроется и сам как сказать привыкает к этой ситуации смиряется с тем что есть на самом деле короче говоря вы меня не знаю поняли не поняли может я сложно что-то объясняю может можно было сказать проще но тяжело тяжело у меня голова сейчас не то чтобы сейчас вообще с того времени как произошло это вся потерянная вся растерянная будто у меня мозги мои вылазят за пределы черепной коробки как это все не все не то все не так я вся не такая как я есть и завтра нам надо было идти завтра нам опять я тут все все завтра мне надо было идти на работу ну вот мы хотели делать ревизию но товара много и отменили ревизию сказали чтобы делать немножко попозже когда расторгуемся и теперь мне получается завтра и послезавтра связи с новогодними каникулами выходной анютка на работе потому что я работала 3 числа крути что я объясняю зачем вам это нужно короче говоря я выходная еще два дня я буду дома я буду с андреем и это хорошо мне надо побыть дома прийти в себя я конечно держу себя в руках сами видите я там вообще не расхватилась не раскислость но все равно чем больше я побуду дома чем больше я побуду с андреем андрей так у него сегодня отсыпной завтра выходной завтра ему тоже день еще есть побыть дома и надо смиряться ситуации надо приходить в себя я понимаю что всем тяжело сейчас ситуация очень тяжелая очень сложная но я всегда говорила какое бы горе не случилось на это надо время вот пока нам нужно время понять что случилось в нашей семье понять это принять и жить дальше и уже дальше действовать в зависимости от сложившейся ситуации поэтому все пока анрюшка ванна сейчас уберусь у животных уберусь уберу уберу вообще-то правильно уберу водички надо вам налить на что наливала с утра да и до утра я вас оставлю я к вам прихожу как на свидание чтобы андрюшку не беспокоит да тяжело моему мальчику тяжело я знаю как тяжело я вижу как тяжело он у меня сильный он справится я сильно андрюшка сильно мы сильные мы справимся и я очень мы все очень надеемся что с настей будет все хорошо как бы не было мало шансов как бы не было все так печально но мы все надеемся мы верим что с настей будет все хорошо все андрей помылся пошел лег вот созванивалась коле у коле все в порядке на него такое паническое настроение такая швар какой-то насти очень-очень любит и мне раз им говорили что настя на просто как . просто как . вот я целый день практически нахожусь в таком состоянии андрюшка дала одеяло когда он пришел потому что его сильно сильно знобила сильно сильно морозила но это все на нервах и я покрывала вот одно покрывала второе у меня печка мне холодно вот он или по двумя одеялами то ему было холодно вот и чё хочу еще сказать уже в заключении видео я почему-то думала что дуня как-то отнеслась к этому всему ну и казалось равнодушно она была здесь когда я все узнала это было при ней я уходила конечно другую комнату плакала здесь сидела тут она видела ее дух слава все объяснила вот она сидела весь вечер как мышка как мышка по телефону что там играла с сестрой двоюродной общалась что-то мне пыталась сказать пыталась меня вывести как бы на эмоцию хорошую ну что-то там пошутить что-то почитать с интернета какую-то сутку я да ну где вообще как бы было не до этого сами понимаете вот и потом на утро все как бы и не могла понять что до чувствует и как она чувствуется что она понимает по этому поводу и значит я ее отвезла когда в школу вам скол и потом она мне написала сообщение это настолько меня тоже растрогала на самом деле она все прекрасно понимала на просто в силу своего возраста она погладить сказать не мнение андрея не могла никак утешить просто она переживала и все сообщение вот сообщение отвезла и в лагерь и у них забирают телефон и телефон отдают 16 часов и 16 05 вот 16 их забирают 16 05 она мне пишет сообщение ты там держи знаю тяжело пиши как она хоть дело и не мое она сильно исправиться чудо есть были же случаи когда человек попадал в аварию и выживал она сильно исправиться люблю тебя все будет хорошо это надо пережить жизни я бы это не сказала поэтому пишу на повреждение сильное надежда есть люблю и после этого сообщения я поняла что дуне просто тяжело было как-то сказать на словах она пыталась но по детски меня привести как бы в хорошие эмоции но у нее не получилось она только как смогла написать она мне написала это моя маленькая но такая взрослая девочка я пишу спасибо моя хорошая шанс один на миллион хотела собаку забрать у нее перелом позвоночника и куча травм жить не сможет будут усыплять я рассказывала про то что хотела забрать собаку которая попала в аварию вместе с насти но как вы знаете все собакой тоже ничего не получается и дуняшка пишет собаку жаль чудо есть яду не скинула фотографии еще настюшки и фотографировала когда они приезжали последний раз 31 декабря настюшки собаки дуняшка пишет постарайся найти повод радости я пишу нужно время дуняшка понять и осознать успокоиться она пишет постарайся это сделать я таких ситуаций совсем не понимаю смысле я даже понять не могу что это происходит подошутка тебе сочувствую и андрею я отвечаю что я тоже не понимаю как будто страшный сон и не проснуться никак потом дуняшка пытается меня подержать сбрасывает фото глэдди вот по радусе барабаки и так и сяк вот ну ребенок овсе золотой как может собакой какими-то своими детскими словами на поддерживает видео я так вообще я так рада что дуняшка такая добрая сердечная отзывчивая это в человеке очень очень хорошее качество все что могла вам сегодня сняла что могла показала на больше нету сил надо еще монтировать то что снято было до этого но там снимала я тоже немного вот всем пока и опять же только прошу одно умолите за настеньку я очень вас об этом прошу а